Сегодня Верховный суд Республики вынес приговор Евгению Лебедеву, который обвинялся в циничном преступлении. По версии следствия, летом прошлого года он взял на прокат машину, разместил объявление о ее продаже. А когда в гараж на улице Хадид Акташа приехал покупатель, смертельно ранил его, чтобы завладеть деньгами. Благодарю своих родных, которые меня поддерживают. К сожалению, истина так и не была установлена, значит, и время еще не пришло. Родным погибшего я выражаю слова за полезные. Чтобы вы не думали, я не хотел убивать Павла. Я очень сожалею, что вы, как и мои родные, стали жертвами непонятных вам мужских игр. Желаю всем присутствующим в крепости духа и ясности ума. Читал с бумаги, сильно волновался. На сегодняшнем процессе Евгению Лебедеву предоставили последнее слово. В своей небольшой речи обвиняемый в убийстве пытался донести до суда, что произошедшее являлось трагической случайностью, но никак не предумышленным убийством. Как только расследование закончилось, Евгений Лебедев заявил, что хочет, чтобы его дело рассматривал суд присяжных. По словам родственников убитого, на заседаниях он вел себя развязно и постоянно просил, чтобы ему дали слово, в котором он заверял о своей невиновности. Погибший Павел Евдокимов увидел объявление о продаже автомобиля Volkswagen и решил купить его. Мужчина созвонился с Евгением Лебедевым, которому якобы принадлежала иномарка, и договорился о встрече в гараже на улице Хадид Акташа. Покупатель попросил предоставить ему документы на машину, но в ответ получил смертельный удар ножом. Насколько я знаю своего брата, он всегда был добрым, искренним и порядочным человеком. Никогда не ссорился с людьми, об этом могут сказать все соседи, все друзья. Он прекрасный семьянин, вообще прекрасный человек, отзывчивый, всегда придет любому человеку на помощь, никогда не пройдет стороной, мимо чужой беды, скажем так. Как выяснило следствие, машину Лебедев взял на прокат. Сразу после преступления он сбежал из города. Лебедев скрылся с места происшествия и был задержан в июне 2016 года в городе Москва. Его задержали полицейские во время проверки документов. Верховный суд республики приговорил обвиняемого к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Помимо этого, ему предстоит возместить моральный ущерб семье убитого в размере 1 миллиона рублей. Случай жестокого обращения с животными произошел в Лениногорском районе в селе Старый Кувак. Живых коров вываливали из КамАЗа, словно гравили песок. Ролик, появившийся в социальных сетях, вызвал бурю негодования следи пользователей. На кадрах видно, как водитель поднимает кузов и животные начинают вываливаться, падая друг на друга. На это видео уже отреагировали в республиканской прокуратуре. Глава ведомства Илдус Нафиков поручил провести проверку по факту происшествия. По ее результатам будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований законодательства по перевозке крупного рогатого скота. Случай прокомментировал директор Лениногорской агрофирмы Эрик Ягафаров. Он назвал такое обращение животными шокирующим. Уже уволены водитель, перевозивший коров, и заведующая отделением агрофирмы. По словам директора, обследования показали, что ни одна корова не пострадала. Сегодня днем на улице Селемжанова загорелся караж. По счастливой случайности рядом проходил сотрудник МЧС. Увидев дым, спасатель немедленно вызвал спецмашину. Очевидцы сообщили, что в гараже могут находиться газовые баллоны. Увидев клубы черного дыма, очевидцы тут же бросились тушить пламя. Однако огонь слишком быстро охватил резиновые покрышки. Старые кресла. С каждым мгновением пожар разгорался все сильнее. К счастью, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. Горела резина в гараже. В гараже находились газовые баллоны. Оперативно сработали сотрудники МЧС. Рядом с шинами стоял закрытый гараж. Огонь проник внутрь помещения. Для того, чтобы вскрыть металлический замок, спасателям пришлось применить спецтехнику. Когда же спасатели попали внутрь, выяснилось, что гараж доверху забит резиновыми покрышками. Более того, в углу гаража лежал газовый баллон, который только чудом не взорвался. Сейчас сотрудники МЧС выясняют причины произошедшего. Сегодня утром рядом с гаражным комплексом на улице Салимжаново загорелась сгруженная газель. Очевидцы рассказали, что за несколько минут до происшествия владелец грузовика решил отогнать машину. Водитель завел ее, что-то громко хлопнуло, и в следующее мгновение автомобиль загорелся. В результате пожара никто не пострадал, однако газель выгорела полностью. В пожаре погиб парализованный пенсионер. Трагедия произошла сегодня днем в одном из домов на улице Чайково. В момент возгорания мужчина-инвалид находился в квартире один. По предварительным данным, он закурил сигарету и тлеющий окорок упал на обивку дивана. Потушить разгоревшееся пламя самостоятельно пенсионер оказался не в силах. Дым из окон заметили прохожие. Они позвонили в МЧС. Спасатели вскрыли дверь и обнаружили на диване погибшего. Подробности произошедшего сейчас выясняются. Недалеко от спортивного комплекса «Олимпийц» в поселке Залесный столкнулись три автомобиля. Все началось с того, что водитель иномарки отвлекся на звонок мобильного телефона. А вот теперь включение передачи есть? Вот. Там ножки. Можете? Когда водитель автомобиля «Шевроле» направлялся из Казани в сторону Залесного, у него зазвонил телефон. Мужчина проигнорировал правила дорожного движения и решил поговорить по мобильному прямо во время движения. Чтобы ответить на звонок, он потянулся за сотовым и поранился пирочинным ножом, который лежал в коробке между сидениями. Во время движения, да, ножик лежал, потянулся и поврезал, естественно, дернулся и все, вот, пожалуйста, все банально и просто. В результате мужчина отвлекся от дороги и правым боком врезался в соседнюю Ниву. Удар оказался сильным, признаются водители. Просто, когда заделают, все, ну, понимаете, как бы, все неожиданно, все это, ну, не сразу все сообразишь. Удар, ну, все, тем более там колесо у меня еще шибануло. То есть еще вырулило, чтобы еще, ну, более, ну, столкновения не было. Получается, что вы задели сначала? Сначала Ниву, и потом, ну, там немножечко задел колено. В результате столкновения «Шевроле Нива» оказалось на обочине, а водителю понадобилась помощь медиков. Шея болит. Перетянулся ремень или леку? Ну, видать, либо удар был этот, хлыстанул, либо ремень, я не понял, даже быстро произошло. После ДТП машине водителя-нарушителя понадобился эвакуатор. Субтитры создавал DimaTorzok